Тема нашего урока – «Щедрый дастархан». Типы предложений по цели высказывания. Знаки препинания в конце предложения. Сегодня на уроке русского языка ты узнаешь о национальной казахской кухне, что такое главные члены предложения, научишься различать подлежащее исказуемое, а также определять тему и основную мысль. Ты уже знаешь, что точка, восклицательный знак и вопросительный знак – это знаки препинания в конце предложения. Точка ставится в конце повествовательного предложения, в котором о ком-либо или о чем-либо говорится или сообщается. Вопросительный знак ставится в конце вопросительного предложения. В этом предложении заключается вопрос и обязательно есть какое-нибудь вопросительное слово. Например, «А что у нас сегодня на ужин?» Восклицательный знак нужен, чтобы сообщение о каком-то событии произносилось с особым чувством. Например, радость, злость, обида, счастье. Все эти чувства можно выразить, если в конце предложения будет стоять восклицательный знак. Ужин был сегодня восхитительным. Выполним упражнение. Прочитай предложение. Бешпармак – национальное блюдо казахов. Кто пробовал бешпармак, этот вкус потрясающий и запомнится надолго. Расставь нужные знаки препинания в конце предложений. Проверим. Точка ставится в конце повествовательного предложения. Бешпармак – национальное блюдо казахов. Вопрос заключается в предложении «Кто пробовал бешпармак?» В конце предложения стоит вопросительный знак. С особым чувством произносится предложение «Этот вкус потрясающий и запомнится надолго». В конце предложения стоит восклицательный знак. В любом предложении можно выделить грамматическую основу. Грамматическая основа предложения – это подлежащее и сказуемое. Подлежащее – это главный член предложения, который чаще всего отвечает на вопрос «Кто или что?», обозначает предмет, состояние которого поясняется сказуемым. В предложении подлежащее подчеркивается одной чертой. Сказуемое – это главный член предложения, который чаще всего выражен глаголом, отвечает на вопросы «Что делает?», «Что сделал?», «Что будет делать?», «Каков он?», если сказуемое выражено кратким прилагательным. Оно обозначает действие или состояние предмета, обозначенного подлежащим. В предложении подчеркивается двумя чертами. Выполним задание. Найди в этих предложениях главный член предложения – подлежащее. Вспомни, на какие вопросы отвечает и как подчеркивается. Я сегодня приготовил баурсаки. Баурсаки были очень пышные. На столе стояли разные блюда. Проверим. В первом предложении говорится обо мне. «Кто я?» – это подлежащее. Подчеркнем одной чертой. Во втором предложении говорится о баурсаках. Что? Баурсаки. Это подлежащее. Подчеркнем одной чертой. В третьем предложении говорится о блюдах. Что блюдо? Отвечает на вопрос «что?», подчеркивается одной чертой. Найдем другой главный член предложения – сказуемое. Бешпармак мы готовим из свежего мяса. Для приготовления баурсаков мама использует пшеничную муку. Баурсаки символизируют солнцем. Задай вопрос от подлежащего. Найди сказуемое. Проверим. Мы что делаем? Готовим. Готовим – это сказуемое. Мама что делает? Использует. Это сказуемое. Баурсаки что делают? Символизируют. Это сказуемое. Сказуемое подчеркиваем двумя чертами. Посмотри на картинку. Эта картинка символизирует щедрость казахского народа. Для того, чтобы написать текст, нужно определиться с темой. Ты уже знаешь, что тема текста – это то, о чем или о ком говорится в тексте, который написал автор. Ключевые слова темы текста будут отвечать на вопросы – кто, что или где. Прочитай текст. В казахской национальной кухне, как в зеркале, отразилась душа народа, его история, обычаи и традиции. В первую очередь гостю подавали кумыс, шубат или айран, затем чай с молоком или сливками, баурсаками, изюмом и ремшиком, куртом. Украшением любого дастархана и наиболее излюбленным блюдом у казахов всегда считалось мясо по-казахски, без шпармак. А теперь проверь, как внимательно ты читал текст. Ответь на вопросы. Что отражается в национальной кухне казахов? Национальность, язык или история? Верный ответ – история. Чем сначала угощают гостя? Кумысом, изюмом, бешпармаком. Верный ответ – кумысом. Чем является бешпармак для казахов? Дастарханом, украшением, символом. Верный ответ – украшением. Это поможет тебе в определении темы текста. Итак, текст ты уже прочитал. Три варианта ответов. Тема этого текста – о гостеприимстве казахов, о молочных блюдах казахов, о национальной кухне казахов. Найди ответ. Проверим. Более точно тема этого текста выражена в третьем варианте названия – о национальной кухне казахов. Что же такое основная мысль текста? Основная мысль текста – это то, что хотел автор передать читателю. Основная мысль текста может заключаться в заголовке или в одном из предложений текста. Но чаще всего необходимо самому найти основную мысль текста, внимательно его прочитав. А теперь определи основную мысль текста. Найди, в каком из этих вариантов заключена главная мысль или идея произведения. Бешпармак – украшение дастархана, национальная кухня казахов – душа народа, бешпармак – излюбленное блюдо казахов. Проверим. Основная мысль текста ярче отражается во втором варианте – национальная кухня казахов – душа народа. А какими национальными блюдами угощаешь своих гостей ты? Уверена, что ты с радостью встречаешь своих гостей, и они к тебе возвращаются с хорошим настроением. А сегодня на уроке ты узнал о национальной казахской кухне, что такое главные члены предложения, ты научился различать подлежащее и сказуемое, определять тему и идею текста.